Вот так Азербайджан говорит решительное «нет» сепаратизму. В Ханкинди сносятся незаконные сооружения, построенные во время оккупации. Это здание парламента так называемой Нагорно-Карабахской республики, в котором разрабатывались планы вторжения и геноцида против Азербайджана. Здесь же располагалось здание Союза добровольцев, в котором заседали террористы и те, кто причастен к гибели тысяч азербайджанцев. Открытие главного гнезда сепаратистов так называемого парламента состоялось 2 сентября 2007 года, в 16-ю годовщину провозглашения сепаратистского режима. Спикер парламента Армении Тигран Тарасян, принимавший участие в церемонии, тогда назвал это здание еще одним доказательством того, что Нагорно-Карабахская республика выстояла. Заседая в трехэтажном здании площадью 1350 квадратных метров, 33 так называемых депутата в период своей деятельности активно поддерживали политику сепаратистов. Усердно заседающие в стенах здания сепаратисты занимались не только разработкой коварных планов против Азербайджана, но и вымогали деньги с иностранных спонсоров. По цифрам, озвученным на заседаниях сепаратистского парламента, на строительство здания в 2006 году было выделено 586 тысяч долларов. Но этих средств не хватило, поэтому в 2007 году было выделено еще 985 тысяч долларов. По поручению правительства Азербайджана в городе Ханкинди начался снос еще одного наследия сепаратистов – здания Союза добровольцев, в котором располагался штаб террористической группировки Еркрапа. Открытие трехэтажного здания при участии экс-президента Армении Сержа Сарксяна и главы пресловутого режима Багаса-Океана прошло 8 мая 2013 года в очередную годовщину оккупации города Шуша. Сегодня сепаратизм в Карабахе покончено раз и навсегда. Азербайджан восстанавливает свои города. Планы сепаратистов по арменизации азербайджанских городов распространялись в том числе и на древний город Шуша. Здесь они также планировали построить здание парламента. Азербайджан в один миг разрушил все мечты сепаратистов, построив на этом месте пятизвездочный отель с одноименным названием «Шуша». Эта гостиница интересна тем, что здесь, именно на этом месте, сепаратисты хотели построить парламент в так называемой Нагорно-Карабахской республике. Когда я приехал сюда в первый раз в январе, приехал посмотреть на него, но они его так и не достроили. Было только строительство. Они хотели перенести сюда свой так называемый парламент и продолжить арменизацию Шуши. И стоя перед ним, я назвал его «Дьявольским логовом». Дьявольское логово было снесено. Мы построили эту прекрасную гостиницу, пятизвездочный отель. Когда-то на этом самом месте, в период оккупации, сепаратисты начали строительство здания парламента так называемой Нагорно-Карабахской республики. Строительство здания парламента преступного режима осталось незавершенным. По порчению президента Азербайджана Ильхама Алиева, это логово сепаратизма было снесено. И сегодня на этом же месте функционирует первоклассный пятизвездочный отель Шуша. Генеральный план города Ханкинди был утвержден еще в советские годы под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева. Во всех азербайджанских городах ввелось масштабное строительство, в том числе и в Ханкинди. Но после оккупации весь ландшафт города был нарушен. Были построены неуклюжие здания, не соответствующие генеральному плану. Восстановив историческую справедливость, Азербайджан доказал одну простую истину всему прогрессивному мировому сообществу. На азербайджанской земле сепаратизм больше никогда не сможет поднять голову. Жаля Гусейнова, Турабу Минзаде, Сибиси.